кабриолет пиви шестьдесят один сорок девятого года опять же можно обратить внимание что отсутствует традиционный значок вольво вместо него эмблема вернее вольво да вместо него просто надпись поскольку форма кузова диктует именно такую компоновку заостренную большие массивные крылья переднего колеса но это кабриолет двигатели также шестицилиндровый мощностью 90 лошадиных сил это автомобиль более роскошной видимо отделки на руле видно рычаг переключения коробки передач на американский манер хромированная отделка заметно но внутри видим автомобиль и каркас еще деревянный это видно по дверям снаружи металл и кожаный верх который поднимался при необходимости сзади здесь не так много места как спереди но все-таки это автомобиль видимо премиального сегмента предназначенный для двух пассажиров а сзади возможно миниатюрные девушки должны располагаться небольшой багажник тоже с хромированной ручкой интересный сделанный бампер такой тоже достаточно красивый автомобиль вишневого цвета с претензией на роскошь здесь представлен автомобиль попроще сорок седьмого года модель пиви 444 а видимо для молодой пока еще не вполне обеспеченной семьи здесь нет не зря представлены фигуры детей двоих причем сзади кстати столик с набором для пикника стоит то есть видимо молодая семья может взять двоих детей выехать на пикник на своем собственном автомобиле автомобиль двухдверный отделка ну как видно очень простая здесь достаточно вот освещение не очень хорошо может быть видно но видно что отделка очень простая он поуже чем все остальные модели багажник у него видимо тоже не очень большой но тем не менее молодая семья видимо могла себе позволить этот автомобиль для поездок за город на работу автомобиль 38 года модель пиви 56 то шестицилиндровый двигатель мощностью в районе 80 с чем-то лошадиных сил но здесь бросается в глаза уже на радиаторные решетки появляется эмблема volvo знакомая по современным и предыдущим моделям очень красивый цвет у машины эта машина уже четырехдверная но отделка тоже достаточно простая видимо это бюджетный так скажем сегмент автомобилей чуть выступающий багажник для увеличения его объема тоже видимо для семей чуть с большим достатком которые могут позволить себе такой автомобиль данный автомобиль уже очень похож на на современные эта модель пятьдесят третьего года видимо у нее есть имя собственное называется она amazon в ней устанавливаются четырехцилиндровые двигатели мощностью всего 60 лошадиных сил но видно что ветровое стекло становится больше обводы кузова меняются двухцветная окраска кузова белый верх черный низ и белый круг окантовка на колесах то есть принципе автомобиль выглядит достаточно нарядно ну вот и по моему по уровню своего оснащения он уже достаточно так скажем хороший видно рычаг может быть видно переключение передач примерно на привычном месте руль становится тонким по моде пятидесятых шестидесятых годов обратите внимание на заднем сиденье появился подлокотник открывающиеся форточки задних сидений вот такие ручки открывания дверей можно было встретить еще наверное на примерно на волгах на победах опять же до автомобиля 50-х годов форточки с пассажирской водительской стороны такие же для вентиляции но и уже мобиль представлен в кузове седан него багажник отделенный от салона и причем видно что автомобиль стоит на заправке заправочная колонка достаточно интересно сейчас уже таких не встретишь достаточно высокая фирма caltex и сделано но помещение видимо стилизованной заправочной станции плюс некоторые виды оборудования которые использовались тогда виды топливных емкостей вот такая заправка грузовик сорок пятого года достаточно интересный такой черно-зеленые окраски ну что-то вроде нашей полуторки использовался для перевозки грузов вот видно стоят бидоны и как не называются с молоком в кузове для развозки и подвозки каких-то продуктов 50-е годы прошлого века компания volvo начинает экспериментировать с моделями с типами кузовов начинают появляться в ее линейке спортивные модели универсалы купе спортивные купе седаны среднего класса вот наиболее наверное одна из интересных моделей с приставкой спорт представлена на стенде volvo sport так и называется оснащался на четырехцилиндровом двигателе мощностью всего 70 лошадиных сил но несмотря на небольшую мощность да в общем то наверное это смешно слышать в приложении к термину спорт но тем не менее автомобиль развивал максимальную скорость 176 километров в час представляет собой двухдверный купе или родстер может быть даже точно правильно не знаю уже матерчатая крыша натягивалась случае необходимости приборная панель автомобиля с массой датчиков спидометр тахометр привычные нам масса других датчиков и показателей и автомобиля уже есть ремни безопасности автомобиль двухместный сзади сидений нет но есть багажник автомобиль такого красивого небесно голубого цвета еще один автомобиль который видимо имеет тоже отношение к порту пи 1800 эта модель уже 69 года также четырехцилиндровый двигатель мощностью 118 лошадиных сил про максимальную скорость ничего не сказано но видимо уже превышала может быть и 200 километров в час это уже более роскошный автомобиль причем видимо получал какие-то награды даже действительно очень красивый до сих пор выглядит если видно в кузове есть зеркало заднего вида установлены и пока еще над приборной панелью кожаные сиденья передние и небольшой задний ряд и подголовники очень похожие на современные которые устанавливаются на автомобиле есть уже зеркала заднего вида антенна то есть автомобиль оснащен всеми в общем то необходимыми в том числе современными опциями которые существуют опять же фары и оптику можно обратить внимание причем видимо они уже с очистителями идут но ты так понимаю одни на ближний одни на дальний свет уже есть поворотники бампер конструктивно видимо сделан так чтобы гасить энергию удара при столкновении с другими автомобилями и в целом автомобиль очень красивый вытянутый капот который открывается также как ну на современных porsche видимо очень красивый автомобиль опять же не отказался бы на таком наверное прокатиться автомобиль шестьдесят девятого года в кузове универсал ну и как гласит надпись это уже booming economy and you of culture автомобиль оснащался четырехцилиндровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил развивал скорость 150 километров сейчас разгонялся до 100 километров за 15 половиной секунд и приведен прайс но наверное на то время 19 тысяч триста шведских крон это автомобиль уже в кузове универсал и действительно очень напоминает даже современные так скажем универсалы volvo есть что-то общее действительно преемственность поколений прослеживается уже вполне себе современная отделка интерьера автомобиля если видно и огромный багажник ну автомобили volvo отличаются тем что подходят очень рационально к организации места в автомобиле характеризуется действительно большим внутренним объемом том числе и багажного отделения ну а мы подошли к первому так скажем автомобилю типа минивэн называется volvo дуэт или p210 автомобиль шестьдесят девятого года четырехцилиндровый двигатель мощность 75 лошадиных сил у него уже четырехступенчатая коробка передач и стоимость на шестьдесят девятый год 16 тысяч 110 светских крон ну интересная деталью экстерьера является то что зеркала заднего вида вынесены далеко вперед на крылья то есть их но настраивать из водительского места было невозможно приходилось для этого выходить из автомобиля него такой достаточно мощный капот очень похожий на грузовик модель двудверная но две двери спереди и распашные двери сзади два ряда сидений в автомобиле и багажник обратите внимание на полу уложены дощечки рейки которые предохраняют пол багажника от повреждений и задние распашные двери очень удобно для погрузки выгрузки то есть такой грузопассажирский вариант фургона автомобиль 71 года 1800 и с его можно назвать но спортивным купе или спортивным хэшбэком модель такого красивого тоже золотистого цвета двухдверная сзади есть небольшой ряд мест но очень небольшой так условно говоря детские места основной все-таки предназначена для водителя и пассажира роскошная кожаная отделка в общем то опять же уже практически привычная панель приборов рычаг переключения передач но очень красивые обводы и багажник обратите внимание на багажник что он практически полностью крышка багажника занята стеклом здесь угадываются мотивы модели если не ошибаюсь и 70 которая том числе продавалась и у нас небольшого тоже такого полу спортивного купе или хэшбэка как правильно назвать и детали интересны здесь уже видно нити обогрева заднего стекла вот еще одна модель пи 1800 похожий на ту которая принадлежала роджеру муру производилась она 61 по 73 год видимо был рестайлинг четырехцилиндровый двигатель 100 лошадиных сил четырехступенчатая коробка передач и разгон до 100 километров занимал 13 секунд ну тоже достаточно красивый спортивное купе такого бежевого кремово молочного цвета тоже видим автомобиль так скажем класса люкс в основном ориентированный на водителей пассажира поскольку задний ряд сидений очень маленькие тесный детские места пресловутые но для водителей пассажира все удобства были обеспечены 60-х годах автомобили воли начинают приобретать облик наиболее близкий к современным моделям это автомобиль середины 60-х годов в кузове седан volvo 164 тоже белого молочного цвета достаточно так скажем представительский седан по тем годам я думаю что это был просто огромный автомобиль также представлен автомобиль в кузове универсал уже очень тоже похож на современные модели volvo 145 отделка интерьера кожей в данном случае рукоять переключения передач находится на рулевой колонке ну и конечно же козырь всех автомобилей volvo в кузове универсал это большой багажник стараюсь сделать так чтобы было виднее насколько получается освечивают окна в чем багажнике тоже сделаны открывающиеся форточки и отделка багажника очень напоминает современные автомобили volvo 144 бросается в глаза задние фонари что-то они мне очень сильно напоминают напишите комментариях что какую модель интересно расположена заливная горловина бензобака близко к краю крыла около задних стоп-сигналов и поворотников также уже присутствует индикатор заднего хода вот volvo 144 в черном кузове и рядом тоже 144 модель видимо уже рестайлинговая в белом кузове мне уже по-другому расположены задние фонари горизонтально они вертикально обводы кузова становятся все более современными меняются ручки дверей они становятся но не нажимными так скажем да не клавишными а подъемными меняется отделка интерьера это все больше приближаясь это к современным моделям интересная расцветка салона оранжево-коричнево-черное на мой взгляд не очень сочетается с цветом кузова но такая модель выпускалась очень большие поворотники которые выдаются за корпус кузова и достаточно массивный бампер который довольно далеко отстоит от кузова но видимо предназначен для того чтобы поглощать энергию удара автомобиль выпускалась всем четвертом году 66 по 74 год дельный отдельный зал посвящен автомобилю volvo vesc почему именно выделен именно этот автомобиль чем-то он кстати похож на машину делориан из фильма назад в будущее передней по крайней мере частью этот автомобиль являлся опытной лаборатории для отработки различных систем безопасности и в общем то здесь представлена история развития этих систем и допустим некоторые элементы детское удерживающее кресло вот она была таким 70-х годах надувные подушки безопасности интегрированные в боковину сидений не только фронтальные допустим да в руль а еще и в боковину сидений крепление ремней безопасности вот фотография как женщина пристегивается в автомобиле видимо тогда же начались испытания в виде краш-тестов автомобилей для проверки на безопасность и конечно же знаменитые трехточечные ремни безопасности вот таким образом они устанавливались на первые модели оснащенные этими ремнями один из залов музея посвящен специальным автомобилем производимым для различных служб представлены различные модели автомобилей допустим вот это пожарный автомобиль красного цвета с проблесковым маячком со спецсигналами бренд ферс ворвать кроком и гидрант или насос с аккумулятор аккумуляторной батареи собственной на прицепе автомобиль для связистов видимо основном в основном эти специальные автомобили делались на базе volvo дуэт этого груза пассажирского фургона данном случае автомобиль для военных военные какой-то странные такого вида изогнутый но автомобиль в защитной окраске накрыта маскировочной сетью но возможно это автомобиль для газовых служб оранжево-черного цвета конечно же полицейский автомобиль с собакой внутри и сеткой вот именно тогда уже начинают появляться сетки между салоном и багажником для того чтобы перевозить животных безопасно чтобы они не прыгали в салон автомобиль такси желтого цвета ну вот такая панорама стоянки обратите внимание как получится флаги вольво и компания видимо чтобы избежать упреков толерантности а может она и сама в полной мере разделяет эти взгляды полосится радужные полотнище представлена небольшая композиция видимо где-то найден старый автомобиль который превращен вот в элемент такой экспозиции видим заброшенные автомобили побывавшие в аварии который превращен в курятник тоже модель дуэт но салоне установлены ящики с курами может он их перевозил и попал в аварию ржавые но тем не менее не постеснялись представить и такой автомобиль еще один достаточно интересный экземпляр но как бы сейчас сказали это пикап небольшой грузовичок для перевозки каких-то не тяжелых грузов но вот так кстати говоря собственно выглядела рама конструктивно для многих автомобилей ольва наверное 50-60-х годов для небольших грузовичков видно карданную передачу задний мост двигатель с коробкой передач и рычагом переключения и рулевая колонка достаточно длинная прямая без всяких соединений